И в продолжение темы сегодня у нас в гостях участник заседания рабочей группы НОЭФ, руководители рабочей группы, общество и власти, прямой диалог Николай Зайцев. Николай, здравствуйте. Николай, скажите, пожалуйста, какие основные темы были затронуты на заседании? Как мы знаем, там присутствовали и предприниматели, и представители власти, и научных кругов, также и фискальные органы. Что обсуждали, какие самые такие острые темы? Ну, во-первых, на сегодняшний день то, что касается взаимоотношения власти, бизнеса и фискальных органов, это в целом такая острая тема. Она уже неоднократно нами обсуждалась на различных совещаниях. Но вы сами назвали, значит, рабочая группа, общество и власть, прямой диалог. Поэтому сегодня на совещании как раз, я считаю, что состоялся вот именно такой прямой диалог. Потому что те проблемы, которые мешают развитию бизнеса в нашей республике, это и работа проверяющих органов, фискальных органов, значит, зачастую, значит, не в том плане как бы настроена. Я считаю, что это может быть даже по вине непосредственных исполнителей, которые не в том русле как бы налаживают свою работу, вот именно на свое, на исполнение своей работы, не думая о результатах, к чему приведет их проверка там, или результаты проверки, значит, на дальнейшую работу самого предприятия. И будет ли оно работать в дальнейшем. Ну, вот эти вопросы мы, конечно, обсуждаем периодически с руководителями предприятий. Никан, ну вот как вы думаете, вот сегодня, да, буквально такой сложился спор между бывшим руководителем Макбура и зампредседателем правительства Александром Чепиком. Вот Дмитрий Козлов обвинил Чепика, что развал Макбура, это, можно сказать, вина, его вина. Нет, он не развал, он сказал, что правительство не поддержало, значит, руководство Макбура в тот период, когда, значит, претензии, что Александр Чепик, как руководитель экономического ведомства республики, то есть зампредседателя по экономике, что он в первую очередь должен был поддержать. Значит, ну, на что у Александра Евгеньевича были свои аргументы, значит, и в итоге вот сегодняшнего разговора, значит, принято было решение. Нашли они общий язык? Нет, сегодня не нашли, потому что это отдельная сложная очень тема. Здесь и не только Макбур, здесь и АМТА тоже такие же вопросы поднимает. Поэтому было принято решение, значит, собрать круглый стол или совещание, значит, как это назовем, вот именно по этой теме, значит, собрать заинтересованных лиц как со стороны предпринимательского сообщества, так и со стороны правительства, значит, и других органов, надзорных органов. И вот именно, значит, поговорить конкретно по проблемам вот таких предприятий, которые, значит, на сегодняшний день, значит, или они прекратили работу по какой-то причине, или, значит, находятся на грани. Ну и в итоге, Николай, вы довольны вообще этим заседанием? Как оно прошло? Сегодня, во всяком случае, результат есть, был. Но это незаконченный разговор. По всем темам, которые обсуждали? По всем темам мы обсудили, значит, все вопросы, значит, наметили пути решения. И на сегодняшний день, я думаю, мы по каждому вопросу в отдельности еще будем собираться, еще будем принимать какие-то решения. И самые актуальные вопросы мы вынесем на очередной форум Общероссийского народного фронта, который состоится в Якутии через месяц. Николай, спасибо большое, что пришли к нам и поделили свои точки зрения.